Позвольте начать. Перед нами интересный вопрос. Что такое категория B3 и вообще, что это такое и с чем это едят, как говорится. Итак, с чего бы я хотела начать? С того, что напомню всем коллегам о том, как важно работать в команде, как важно давать информацию для патолога. И хотела остановиться на основных аспектах. Что бы хотелось видеть в направлении на трепанбиопсию? Во-первых, это возраст пациентки, анамнез заболевания, хотелось бы знать клиническую картину, а также результаты исследований по методам визуализации с описанием образования и его локализации. А также, что предполагает доктор, лучевой диагност, какую категорию по Байратс. Кроме того, для материала по трепанбиопсии есть основные принципы, от которых зависит качество исследования. Это оптимальная фиксация и проводка материала. Это выполненный тонкий срез и качественная окраска. Все эти характеристики позволят облегчить диагностику патологоанатома. Также хочу напомнить, что нельзя проводить срочное исследование на материале трепанбиопсии. Итак, толщина столбика ткани зависит от иглы. Оптимально, чтобы толщина столбика была в районе 2 мм. Количество столбиков зависит от диагноста. Кто-то присылает один столбик, кто-то до 20. Однако оптимально это 3,5. Это достаточно для постановки диагноза. При скрининге, конечно, проводится забор большего количества материала из разных мест, особенно если есть микрокальцинаты на УЗИ. Итак, трепанбиоптаты молочной железы. Какие патологии мы можем встретить? Это вплоть от нормальной ткани железы до инвазивного рака. Могут быть доброкачественные изменения от фиброаденома, аденома, аденоза и т.д. Могут встречаться микрокальцинаты. Однако они же могут встречаться и в нормальной ткани молочной железы. Также пролиферация эпителия протоков от простой гиперплазии до внутрипротоковой карциномы инситу. А также есть спектр поражений молочной железы, которые подозрительны на инвазивный рак. Однако таких биоптатов встречается мало. Все-таки это редкая патология. Итак, в зарубежной литературе мы часто встречаем такое понятие, как категория B3. Некоторые переводят это как гистологическая классификация, некоторые как группа прогноза. Много разных исследований этому посвящено. Часто встречаются и для нашей аудитории отечественной у некоторых возникают вопросы, что же это такое, как это классифицировать, кто вообще применяет эту классификацию. Это морфологическая классификация, это клиническая классификация. И как бы в ней разобраться. Итак, в Британии существует такая большая обширная программа скрининга, в которой была разработана эта классификация. Я хочу напомнить, что она прогностическая, а не клиническая или гистологическая. Это именно прогностическая классификация. Итак, при скрининге какие могут быть объемы материала и забор. Это малоинвазивные методики, где могут использоваться тонкоигольная аспирационная цитология. Это трепанбиоптаты, а также широкий забор материала. Это вакуум аспирационная биопсия и большая радиочастотная биопсия. Это при большом количестве материала. И также, что это такое классификация прогностическая. Так называемая категория ответов по биоптатам молочной железы. От Б1 до Б5. 5 рубрик, где в Б1 попадает нормальная ткань железы. К категории Б2 относятся доброкачественное образование. В категорию Б3, которая нас сегодня особенно интересует, попадает образование с неопределенным потенциалом злокачественности. Также есть группа Б4. Б4 – это образование подозрительное на рак. И Б5, которое подразделяется на Б5А и Б5Б, соответственно, карцинома инситу, неинвазивные опухоли, и инвазивный рак. Итак, Б3 – самая, наверное, сложная, самая разнообразная группа образований молочной железы. Это именно, я хочу обратить внимание, это потрепанбиоптату. Это образование с неопределенным потенциалом злокачественности, к которым относятся атипическая гиперплазия эпителиопротоков. Это все столбчатоклеточные изменения, включая плоскую атипию. Это дольковая неоплазия, это филоидные опухоли, папиллярное образование, радиальные рубцы, мукоцелеподобные образования. А также редкие образования молочной железы, к которым относятся аденомиапителиома, микрогландулярный аденоз, а также различные фиброматозы сосудистые образования. Итак, я хотела бы немножко рассказать про каждую из них. Итак, первое из образований – это атипическая гиперплазия эпителиопротоков. Цитологически это мономорфная популяция клеток со слабым полиморфизмом. Это округлые клетки, которые выстилают в просвете протока. Могут формироваться такие арки, мостики, что-то напоминает криеброзные структуры. Итак, атипическая гиперплазия зависит от степени вовлечения протока. И главное в этой градации – это размер. Если атипическая гиперплазия не более 2 мм, мы классифицируем это образование как атипическую гиперплазию. Однако же, если гиперплазия будет занимать большее количество протоков и поражение будет больше, чем 2 мм, то такое образование мы уже будем классифицировать в DCI с низкой степени. Это внутрепротоковая карцинома N-C to low grade. Так, можно ли разграничить атипическую гиперплазию с низкой степени, атипическую гиперплазию протоковую и DCI с низкой степени злокачественности по биоптату? В 50% случаев после резекции диагноз меняется на DCI-S. То есть, если в трепан-биоптате было заключение атипическая протоковая гиперплазия, то в половине случаев после резекции вы можете получить карциному N-C to низкой степени злокачественности. В случаях атипической протоковой гиперплазии должна быть выполнена секторальная резекция и окончательная оценка процесса. Также хочу напомнить про эпидемиологию. Как часто встречается, это порядка от 2 до 14% диагнозов при биопсии молочных желез. И прогноз. Риск развития инвазивного рака молочной железы в каждой молочной железе в 3-5 выше раз по сравнению с общей популяцией. Абсолютный риск развития рака молочной железы после постановки диагноза составляет около 1% в год в течение не менее 25 лет. Следующая группа поражений, которые встречаются в молочной железе, относится к категории B3 – это столбчатоклеточное поражение. Это повреждения терминальных протоковых струкдольковых единиц, которые высланы цилиндрическим эпителием. Это такие расширенные, вот если конкретно обратиться к флетотипии плоской, то здесь уже будут чуть более расширенные ацинусы с более округными контурами. Они будут высланы от одного до нескольких слоев атипичными кубическими клетками, а напоминают ядра low-grade карцинома in situ. Итак, импедемиология неизвестна, не так давно она описана, поэтому, как часто встречаются, пока еще данных не получено. Из прогностических факторов – это относительно небольшой риск развития инвазивного рака молочной железы всего лишь в полтора раза по сравнению с общей популяцией. Однако, 30% с флетотипией в материале трепан-биопсии после хирургического лечения мы обнаружим намного большее поражение ткани молочной железы. Поэтому необходимо визуализационный контроль или рентген-контроль после трепан-биопсии для того, чтобы решить вопрос об вакуум-аспирационной биопсии или эксцизе в случае остаточных масс, потому что часто поражение может занимать больше процент ткани, чем в трепан-биопсии. Дальше, следующая категория неоплазий – это дольковые неоплазии, к которым относится атипическая дольковая пролиферация и дольковая карцинома in situ, которая может быть как классической, так и плеоморфной. Итак, это спектр атипических дольковых процессов, которые вовлекают в структурную единицу ткани молочной железы. Это мелкие несцепленные клетки, могут быть с или без педжитоидного вовлечения терминальных протоков. Итак, сейчас вы видите изображение атипической дольковой пролиферации. Это мелкие клеточки такие, которые заполняют дольку. И дольковую карцинома in situ – это уже более обширное поражение тканей. Здесь более выраженный полиморфизм, однако это не инвазивная опухоль. Опять-таки, как нам определиться, что такое атипическая пролиферация дольковой карцинома in situ? Итак, кредки при атипической дольковой гиперплазии и дольковой карцинома in situ, они крайне морфологически будут идентичны. Разделить эти процессы также можно только по вовлеченности терминальных структурных единиц. Так, при дольковой карциноме in situ поражение будет больше. Порог – это 50% ацинусов. Однако это такие более, скажем так, морфологические тонкости диагноза, на которых я бы все равно хотела бы обратить ваше внимание. Итак, по трепанбиоптату нельзя точно дать количественную характеристику. Если у нас данная неоплазия встречается в сочетании с эсклерозирующим аденозом, фиброденомой, а также надо помнить, что материал трепанбиоптата – это все-таки ограниченный материал. И нужно выполнять дополнительные иммуногистохимические методы исследования для подтверждения диагноза. Итак, сейчас, в настоящее время, рекомендуется использовать такой термин, как дольковая неоплазия, потому что я хочу напомнить о том, что в новом пересмотре классификации ТНМ сейчас карцинома инсито, дольковая не выделена именно как карцинома инсито, относится к дольковым неоплазиям. Итак, атипическая дольковая пролиферация встречается около 1% биоптатов, и, как правило, это все-таки находки при резекции. При риске развития рака молочной железы в 4-5 раз выше, особенно встречается риск несколько выше после эксцизии. Итак, также мы можем распределить карциному инсито, дольковую, на классическую и плеоморфную. Эпидемиология у них известна у дольковой карцинома инсито. Часто еще она встречается в преминопаузе и не является облигатным раком. Низкий риск развития инвазивного рака при наличии дольковой карциномы инсито, поэтому она не считается теперь раком инсито. Однако есть такая история, как плеоморфная дольковая карцинома. Ее частота неизвестна. Встречается она чаще в постменопаузе, и у этой карциномы уже риск развития намного выше. Опять-таки напоминаю, что это теперь не инсито. Мы не классифицируем дольковую карциному, как инсито мы отпишем ее дольковой неоплазией. Итак, дольковую неоплазию можно отнести к прогностической группе как B3, так и B4, B5A. Все зависит от ее морфологического варианта. То есть, если классическая дольковая карцинома относится к B3, то уже плеоморфная будет относиться к B4, B5A и будет требовать более, скажем так, более обширного подхода именно со стороны лечения. Итак, следующая группа образования молочной железы – это филоидные опухоли. Они могут быть как доброкачественные, пограничные и злокачественные филоидные опухоли. Поэтому по трипан-биоптату не всегда легко классифицировать доброкачественную филоидную опухоль, провести диагноз между, например, фиброаденомой. Однако же есть несколько признаков, которые позволят патологу это сделать. Но имейте в виду, что если в заключении, например, у вас по трипан-биоптату приходит доброкачественная филоидная опухоль, а в материале уже удаленном придет фиброаденома. Или же ситуации могут быть наоборот, потому что очень, скажем так, сложно доброкачественные процессы разграничить. Не всегда это возможно, тем более по трипан-биоптату. Итак, филоидные опухоли – это меньше процентов всех опухолей молочной железы. Это составляет 2,5% всех виброэпитериальных образований и встречаются ближе к постменопаузе, к пременопаузе до 40-50 лет. Все-таки это диапазон возраста на 20 лет позже, чем фиброаденома. Фиброаденома намного моложе. Поэтому очень важно патологу видеть информацию, чей материал нам прислан. Мы такую картину увидим у девушки 20 лет или все-таки это уже будет женщина 50 лет. Она у нас очень важна. По прогнозу, большинство образований филоидной опухоли – это все-таки доброкачественное образование. И в 20% случаях могут встречаться местные рецидивы. Итак, самая, наверное, сложная категория образований, которые попадают в группу с неопределенным потенциалом знакаченности, это папиллярное образование молочной железы, к которым относятся внутрипротоковая папиллома. Это папиллома с атипической гиперплазией. Папиллома может встречаться с фокусами внутрипротоковой карциномы инситу. Также к папиллярным образованиям относятся солидная папиллярная карцинома инситу и инкапсулированная папиллярная карцинома инситу. Опять-таки, напомню, это все-таки группа образования, которая относится к категории В3. Проинвазивные опухоли солидные или папиллярные, они не относятся к группе В3. Итак, перед вами материал резекции уже, где мы видим внутрипротоковую папиллому, где такие фиброзные коры, которые высланы нормальным эпителием, и рядом же мы видим какую-то более солидную структуру, однако она же тоже имеет папиллярные структуры. Если мы посмотрим ближе, то можно увидеть, что часть образования действительно состоит изнутрипротоковой папилломы, а часть образования представлена карциномой инситу. Поэтому забор материала, то есть, например, какой ответ получит доктор после того, как отправят трепан-биоптат на исследование, и тот материал, который попадет в трепанционную углу, по тому фрагменту и будет поставлен диагноз. Поэтому образования могут быть гетерогенные. То есть, если трепан-биоптат была бы внутрипротоковая папиллома, это не значит, что она на 100% будет именно внутрипротоковой папилломы. Образования могут быть гетерогены и содержать в своем составе другие, более прогностически неблагоприятные пролифераты. Итак, все-таки большинство папиллярных образований относятся к категории B3. Однако же часть из них можно отнести к категории B2, а часть к категории B4. Опять-таки, это будет зависеть от того, какой состав этого папиллярного образования. Так, папиллярное образование. Все-таки надо помнить о том, что в мире проводится много исследований, которые посвящены разработке рекомендаций по тому, как работать с этими образованиями, и что же с ними делать. В мире принято на данный момент такой подход, что папиллярное образование без признаков АТПИ возможно удалять с помощью вакуум-аспирационной биопсии, что является альтернативой хирургического вмешательства. Однако, если при наличии АТПИ в папиллярном образовании по трепан-биоптату, вакуум-аспирационной биопсии уже не рекомендуется делать, а нужно приступать к хирургическому удалению образования. Итак, другая группа повреждений молочной железы, которая относится к группе В3, относится к склерозирующим повреждения, или в частности радиальный рубец. Это скложное повреждение, которое представляет собой доброкачественное образование с фибролостозом стромы, с центральным рубцом, вокруг которого сформированы разные пролиферативные процессы в ткани железы, они как бы заключены в этом фиброзе. Итак, частота зависит от метода. Чаще выявляется данное образование при маммографии. Риск развития рака молочной железы не так высок, это всего лишь 1,45%. И прогноз будет зависеть от пролиферативных образований в зоне рубца. То есть будет там встречаться типическая гиперплазия эпителия или карцинома антиту, или это же будет просто пролиферативные обычные процессы без какой-либо атипии. Однако это образование крайне сложное для диагностики. Надо не забывать, что радиальный рубец чаще может симулировать карциному. Либо же при картине радиального рубца не надо забывать о том, что может встречаться дуктальная карцинома, тубулярная карцинома. Это достаточно инвазивная опухоль с благоприятным прогнозом. Однако все-таки это уже инвазивное образование, и диагноз нужно проводить. Поэтому материал исследования, который будет приходить патологу, может быть, если это трепан-биопсия, это одна история, если вакуум-аспирационная, другая, потому что объем материала, по которому можно поставить диагноз, разный. Также еще одним из групп образований, которые относятся к категории B3, является мукоцелеподобное образование, к которым относятся доброкачественные муцинозные кисты. Это муцинозные кисты с фокусами атипической гиперплазии, а также кисты с фокусами карцинома инситу. И есть редкие образования, которые могут симулировать инвазивный рак. Это разные фиброэпителиальные образования. Это редкие образования, которые встречаются у женщин. Я бы хотела обратить внимание на микроглондулярный аденоз. Это та нозология, которая часто путается с инвазивным раком, потому что это мелкие такие пролиферации в фиброзной струме молочной железы. Встречаются они у женщин любого возраста. Они могут определяться в виде пальпируемых масс молочной железы, а также могут обнаружить совершенно случайно. На маммограммах и УЗИ такие образования не имеют специфической картины. И для морфологической диагностики они также крайне сложны. Поэтому пока не накоплено большого количества информации о том, что делать с этими образованиями, какие у них дальнейшие прогнозы. Однако же это сложная диагностическая ситуация как для лучевого диагноста, так и для патолога. Поэтому надо знать анамнез, нужно знать образование, как оно визуализируется, а также выполнять дополнительные методы исследования гистологические, в частности иммуногистохимия, которая поможет дифференцировать одно от другого. И объем материала в данной ситуации будет очень важен, потому что по мелкому трепанбиоптату диагноз будет поставить крайне сложно. Я хочу призвать патологов, если есть они в нашей аудитории, не спешить ставить диагноз в таком случае. Возможно, стоит пообщаться с коллегами, возможно, стоит создать мультидисциплинарную комиссию или, как это в зарубежном мире модно звучит, МДТ. Потому что данные о нозологии требуют обсуждения. Потому что для каждой конкретной женщины история может быть разная. То есть если у нас будет в биоптате лактирующая, к примеру, молочная железа, это будет одна ситуация, если эта женщина все-таки молодая, до 25 лет, и, возможно, у нее в анамнезе недавно была беременность и лактация. Другая же история, если такую ткань железы мы встретим у женщины 70 лет. Поэтому я призываю всех работать в команде. И, наверное, почему-то мне не перелистывается. Я бы хотела сказать, что иногда не надо помнить о том, что не все так хорошо и гладко выглядит, чем является на самом деле. Поэтому давайте работать вместе и ставить диагнозы вместе. Спасибо. Спасибо.